Ну что ж, всем привет, с вами я Viperman. В прошлом году я нехило так нахвалил Call of Duty и Black Ops Cold War, поскольку Три Арк смогли исправить все ошибки, которые были в четвёртом Black Ops. И вот, недавно состоялся релиз новой части Call of Duty по названию Vanguard от O.S. Hammer Games. Поначалу, на заднем плане этого видео, я хотел добавить музыку из Call of Duty World at War. Однако, я отказался от этой идеи, потому что данную игру разрабатывали Slash Hammer Games, а не Три Арк, и это было бы нелогично. Тем более, для фанатов Call of Duty это было бы оскорбительно. Почему оскорбительно? Да потому что большинство игроков говорят, что данная часть получилась унылой. Хотя мультиплеер получился более-менее нормальным. И в этом видео мы разберёмся, почему у Call of Duty Vanguard настолько плоха, и есть ли у неё вообще плюсы. Так что, усаживайтесь поудобнее, запасайтесь попкорном, и желаю вам приятного просмотра. Погнали! У нас имеется четыре главных героя, а именно Уэй Джонсон, Артун Кингсли, Лукас Рикс и Полина Петрова. В игре даже нет упоминания, как именно они познакомились, поэтому по умолчанию они являются друзьями, а точнее элитной группой, именуемой Авангард. Однажды наши главные герои отправляются в Германию, дабы узнать о плане Феникс. Однако у них не всё по плану идёт, и в итоге они попадают в плен. Каждого участника отряда Авангард пытаются допросить. Немцы безуспешно запрашивают участников Авангарда. Вместо этого каждый из них рассказывает свои военные истории. Разбегут они из плена или нет, вы сами об этом узнаете. По традиции в Call of Duty мы играем не за обычного солдата, а именно за Терминатора. По идее должны быть хоть какие-то трогательные моменты в сюжете, но увы, это не так. Мы играем как будто за Мстителей. Особенно больше всех выделяется Полина. Несмотря на то, что она является обычной девчонкой, она способна в одиночку разносить немцев. При этом она является аналогом реально существующей женщины-снайпера, а именно Людмилы Павличенко. И я сомневаюсь, что товарищ Павличенко настолько сильно рисковала своей жизнью. По крайней мере здесь нету никакой русофобии и даже намёка на клюквы. Хотя бы на этом спасибо. А что у нас, собственно, по мультиплееру. А мультиплеер всё так же свежо играется. И имеются небольшие изменения. А именно появились новые режимы, первый из которых был в БТ-тесте и является аналогом Батл-Рояля. А второй это опорный пункт, который передвигается. И, о боже, вы не поверите, в игре появилась разрушаемость. Хотя разрушаемость была ещё и в Call of Duty Ghost, но об этом никто не помнит. Только вот в Call of Duty Ghost разрушаемость была разрушаемостью, а здесь такое чувство, как будто украли фишку из Rainbow Six Siege. То есть тут ломаются заскриптованные места, например, доски. Если сравнить с предыдущими частями, то выглядит неплохо. А если сравнить с другими играми, то даже Rainbow Six Siege выглядит намного презентабельнее. Также в игре вернулись киллстрики. То есть в отличие от Call of Duty Black Ops Cold War, здесь вам не дадут спамить БПЛа, к примеру. И слава богу, что решили отказаться от скорстриков. А то я боюсь представить, что было бы, если бы вместо скиллстриков были скорстрики в Call of Duty Vanguard. На что у нас с зомби-режимом? Увы, с зомби-режимом ещё хуже, чем с сюжетом. Такого унылого кооперативного режима я не видел давно, со времён Call of Duty WW2. Если конкретно, у нас имеется одна единственная карта без пасхалок и без сюжета. Да то здесь имеется кусочек Шинанума из Vaulted War, и то дают ненадолго поиграть. Короче говоря, полная хрень, а не зомби-режим. Безусловно, игра получилась красивая, и то это заслуга Infinity Ward. Потому что Slash Hammer Games делали Call of Duty Vanguard на движке Call of Duty Modern Warfare 2019 года. Мыло, конечно же, есть, но вы вряд ли сразу заметите. Тем более, Slash Hammer Games делали максимально эпичные кассцены. Дабы игрок не обращал внимания на косяки. Ну а теперь давайте-ка подводить итоги. Что я думаю об этой игре? Игра получилась проходником. У нас имеется сюжет в виде унылого боевика, унылый зомби-режим, хотя при этом данный режим разрабатывали Триарх. Но зато у нас имеется интересный мультиплеер. Если вы хотите купить данную игру, то только ради мультиплеера. Хотя я надеюсь, что зомби-режим до конца допилит, и вы сможете поиграть и ради зомби-режима. Но, увы, в любом случае об этой игре все забудут. Единственное, что вас спасет данную игру, это переиздание карт из зомби-режима Black Ops. А на этом всё. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте, делитесь этим видео во всех социальных сетях и нажимайте на колокольчик. Также добавьтесь ко мне в друзья вконтакте, вступайте в группу вконтакте. Подписывайтесь на второй канал и донатьте. Все ссылки будут в описании. С вами был Вайперуин. Всем удачи, всем пока.